Добрый вечер и как всегда мы подводим итоги нашей работы, говорим о том, что уже сделали и о тех задачах и перспективах, которые мы перед собой ставим. Сегодня хотелось бы поговорить о достаточно важной теме, которая беспокоит безусловно всех одесситов, это организация дорожного надвижения в нашем городе. И тем более нам есть о чем рассказать и чем это поделиться в этом направлении. Первое, что хотелось бы отметить, это уже достаточно эффективно работает новое решение, которое мы применили на углу улиц Добровольского и Заболотного. Это так называемое турбокольцо. Буквально с первого дня эффективность этой работы, такого решения смогли ощутить многие жители Суворовского района. Действительно, те заторы, которые там были, сейчас их уже нет и скорость трафика стала намного быстрее. Что хотелось бы еще дополнить по Суворовскому району, это то, что сейчас уже ведутся подготовительные работы, подписанные в национальной полиции все схемы. И уже к концу августа, в начале сентября начнутся работы по организации дорожного надвижения на Днепродороге. В итоге это появится дополнительная полоса, что безусловно существенно снизит нагрузку на жителей Суворовского района, которые добираются до центра города и скорость трафика станет намного выше. Доехать в город, в центр города будет легче и быстрее. И также, что касается улицы Толбухина, хотелось бы сказать, что до конца текущей недели мы уже выполним эти работы по нанесению разметки, по установке дорожных знаков и те решения, которые мы там используем, существенно нам это помогут снизить нагрузку на эту развязку. Также там появятся новые велодорожки. Там уже сейчас жители могут видеть эти велопереезды. Поэтому осталось ждать совсем немного и через несколько дней мы увидим абсолютно новую эффективную развязку на площади Толбухина. Ну и в дальнейшем мы будем только увеличивать интенсивность этой работы. Жители города будут видеть новые эффективные решения, что касается дорожного надвижения, а также новую и качественную разметку. Также развивая тему городских дорог, хотелось бы сказать, что силами нашего КП в городские дороги заказаны экспертизы всех мостов и всех путепроводов, которые находятся у КП на балансе. Также мы написали письма нашим смежным организациям, это коллегам, таким как железная дорога и так далее, о том, чтобы они выполнили те же работы, чтобы мы это понимали, в каком состоянии, в текущем состоянии находятся мосты в городе. И вовремя могли реагировать, выполнять текущие либо капитальные ремонты, так как это, безусловно, очень важно. На завершение хотелось бы это сказать, что в городе сейчас мы продолжаем реализацию схемы санитарной очистки нашего города. Я думаю, многие жители успели заметить о том, как это появляются новые контейнера, особенно под это раздельный сбор мусора. На тех эталокациях, которые указаны на этой схеме. Вывоз мусора и опорожнение контейнеров стал намного более системный, и мы практически побороли такое явление, как стихийные свалки, даже в пик туристического сезона. Хотя это, конечно, есть отдельно взятые моменты. В первую очередь это касается частного сектора, где сейчас мы ведем достаточно системную работу. То есть сотрудники нашего департамента совместно с районными администрациями и с операторами по сбору и выводу бытовых отходов сейчас активно обходят дома, заключают договора там, где их нет. Выстраиваем новые маршруты по вывозу мусора и опорожнению контейнеров в частном секторе. На этом на сегодня, наверное, и все. Как всегда, видимся через неделю и говорим о самом важном. До свидания, до новых встреч!